АПЛОДИСМЕНТЫ 68 лет. Бывший муж Елены Прокловой. Спустя 7 лет счастливого брака супругов разлучила трагедия – потери ребенка. Александр – врач-физиолог, атомок князей, академик Российской академии имени Циолковского. Гердится пятью детьми и тем, что не выглядит на свой возраст. Мечтает создать лекарства от аллергии. Предупреждает, что он гурман во всем. Избранница Александра не должна курить, есть на ночь и любить экстрим. Женится на интеллигентной, ласковой, темпераментной женщине с молодой кожей и покорным характером. Здравствуйте! Ой, что это такое? Это подарки я вам принес. Как-то такой статный, в пиджаке. Серьезный, да. Да, все как надо. А пахнет травками все. Да, я скажу, это чисто растительное, без парабенов, без ничего. Поэтому вы можете спокойно принимать. Я вам гарантирую, 15 лет минус возрасте. И заметьте, мы вас за язык не тянули. Он хочет тоже моложе выглядеть. А те, куда, чтобы садик взять? Ой, а вот это что такое? Здесь пшеница, которая, значит, сделана без антибиотика. Ну, двигайте, двигайте же, потому что выглядит гадостно. А все, что выглядит страшно, полезно. Ты будешь есть и будешь худеть. Как любая женщина об этом мечтает. Ну, что, он же доктор. Вот я вас вижу первый раз, как говорят простые люди, живьем. Но я столько о вас читала. Мама, не горюй. Но все, правда, в связи с Леночкой, с Прокловой. Тогда это очень балованный мужчина. С одной стороны. Мужчина. И обделенный с другой стороны. Вы были долго женаты, да, с Леной? Да, долго. Я знаю, что она вам сама сделала предложение. Ну, я не знаю, почему. Я не думаю, что из-за того, что она там прям так влюбилась. Просто Лена из тех женщин, которые в то время после Мимино, с ней невозможно было никуда появиться. Потому что все хотели Ларису Ивановну. Да, невозможно было жить вообще. Это какой-то был ад кромежный. С одной стороны. Но когда мы приходили домой, это был рай. Поэтому, так как любила она, я думаю, что после этого я уже не встретил. А правда вы как какой-то гадостью прямо Лену поили, кормили и дочку Арину. Она пишет в своих воспоминаниях, что какую-то пшеницу давали прокаленную в школу, сухомятку заставляли все-таки. Да, было невкусно. Но вылечили. Так у него вот своя клиника, он там проводит какие-то исследования свои или чисто косметологическое. Когда я вылечил полностью Аришу, когда она стала здоровой, мы решили отметить на даче. Ну, и отметили. На следующий день мы пошли в ЗАГС в ее же доме. Вот на этом все, как бы наша жизнь, новая стала жизнь. Поэтому вот один раз... Скажите, как считаете, ну Лена везде говорит об этом, ну в смысле это не секрет, поэтому я вам задаю этот вопрос. Как считаете, почему потеряли малышей? Ну, вы понимаете, что после меня уже был муж ее, ну дважды она тоже теряла детей. Потому что у нее не готова была система, как бы для рождаемости, и поэтому такое происходило. Ну и второе, что можно было бы и за время жизни нашей не такой короткой... Посмотрите, она вас обвинила в черствости, что у вас была странная реакция на известие гибели малышей. Вы сказали, ну типа жизнь длинная, ничего страшного. Она хотела, чтобы вы так же горько переживали, как и она. Я больше ее болел. Я запил сильно, и два месяца вообще я уже был... Меня вытрезвители выбрали. Просто вы хотели ее поддержать таким образом? Я ее таким образом хотел сказать, что у нас еще все впереди, что ты выздоровеешь. А она ждала других слов? Нет, ну в таком состоянии я понимал ее, что это было... Для меня, вы понимаете, от нее родить было двух детей, потому что у нас двойня была. Это была сверх-сверх мечта моя. А у него я ребенок? Пять. Или как? Пять детей? Отец пятерых детей был. Сумасой. А от скольких жен? Ну вы еще не раз пытались устроить свою личную жизнь? Ну я потом, да, долго не выходил. Я много лет был один. Потом я очень долго схожусь с людьми. И я, да, женился. Двое детей после этого у меня было. Ну со всеми, с кем спали, на тех вы женились. Да, правильно вы говорите. Да, только барышни ваши были с каждым разом все моложе и моложе. Потому что мы не обманываем женщин. Мы сразу женимся. Особенно молодых. Да. Ну посмотри, какой мужчина. Я вас в паре вижу, например. Я тоже вижу. Я даже уже вижу, как ты распродаешь его квартиру. У тебя тут вообще в голове одни деньги, а любовь-то где она? Без денег любви не бывает. Так, начинается. Вот, посмотришь, вот молодость. А почему-то на последние 27-летние не женились? Ну, 27-летние, во-первых, мы приходили всегда, куда бы с ней ни приходили. И везде я чувствовал, что и к ней отношение негативное. Ко мне тоже. Потому что это было... И думаете, ну неужели только из-за того, что у нас 41 год, с ней разница в возрасте? Какие злые люди все-таки. Нет, я не думал так. Я думал, нормальная реакция. Нормальная реакция. Дело в том, что я 27, но выглядела она на 17. Вот в этом все, трагедит. Весь с ним будет интересно. Вам будет о чем поговорить. Вам будет куда съездить, сходить. Будете заниматься вместе с емкой. Весь мир будет у наших новых. Весь мир будет. Он занимается омоложением. По миру поедете, вас без злыха будут пропускать, как инвалидов. Я вам даю гарантию, что я раздеваюсь на пляже, и когда у меня все, и видят люди, и не могут понять, я пенсионер или пионер. Вот я вас опять же за язык не тянула. Я так хочу вас раздеть. Да, да, да. Доплес. Хотя бы вот как бы оголился бы. Я вам одну вещь скажу, что мои годы, мое богатство. И мне, я совершенно не ощущаю своего возраста. Конечно не ощущаете. Покажите нам свое богатство. Я не ощущаю, я повторяю. Лариса, у нас зашла. Ты чего? У нас что-то за себя отвечает. У нас нет триллер здесь, вообще-то. Самое главное, всегда ориентир только на дно. Когда моя старшая дочь встретилась с моей младшей, с сестрой со своей. И упала в облак. 42 и полтора года. Вот это результат. Они были счастливы. А все остальное, я вам скажу, болтовня, разговоры. Она не сказала, господи, не накажи детьми, вот чтобы только сын в деда не пошел. Не сказала так, нет. Хорошо. Ладно, раздеваться не будете, тогда будем сейчас уже определяться, кто вам нужен. Хорошо? Да. А вот вы про кожу молодую, 50-летняя. А вот у меня кожа молодая. Ну, как тебе в глаза сейчас скажет? Ну, Александр, вот что он тебе скажет? Ну, что, надо разобраться же. Женщины, они обманщицы. Потому что они выходят замуж и женятся, когда молоды, красивым телом, красивой фигурой. А за короткий срок они деформируются, женщины. Как деформируются? Деформируются. А если... А мне нужно, чтобы... Сколько бы ей возраст не был, я знаю точно, что я могу сделать так, что человек застынет и не сможет стареть. Поэтому, если она стареет, значит, это ее вина. Или выдохли. Поезд в баришину. Будьте кремами вместе мазаться на ночь. И нам отфинематикам. Пластический хирургин нам поможет. Ни за что. Я категорически против. Я еще раз повторяю, что я делаю... Как против? Да так, потому что это уродство. И я Лене сказал на программе, у нее было юбилей, я ей сказал. Я говорю, ты вот все, кончай резать себя, пили. Тебе не жалко свое собственное тело. Ты что делаешь? А она что говорит? Все, я говорю, вот тебе регенерант, придешь ко мне, 15 лет гарантирую тебе, что ты избавишься. Она говорит, а ты мне больше не муж. Поэтому не можешь. Нет, она не может. Она такой экспериментатор. Во-первых, я уверен, что она любит меня до сих пор. Уверен. Любовь не проходит. Никогда. Так, значит, у нас возрастной жених с манией величия. Да. Необъективен. Боится смерти и старости. Нет, смерти не боюсь. Это неправда. Ну, конечно, приятнее смотреть, когда в гробу лежит розовощекий старичок. А не такой. Вот, поэтому, хорошо, я тоже эстетка. А еще главное, чтобы еще невеста у нас была, знаете, какая. Да ладно уж с хорошей кожей, я уж теперь молчу, я тоже точно не прохожу. Да ладно. Так я вся делана. Про это, вообще, я считаю, про человека жить вечно пишут песни, снимают фильмы. Who wants to live forever? Понимаешь? Нет. Он говорит, чтобы она должна заниматься благородным трудом. Обязательно. То есть, доярка нам тоже подойдет, но с воспитанием. Это куда благороднее. Да, и лишь бы она была созидателем. Созидателем. А что? Потому что... А какие профессии входят в разрушительные, на ваш взгляд? Да, вообще все торгаши, вся наша страна торговля. И найти очень трудно человека, который что-то делает, что-то создает, что-то созидает, что-то строит. А мы в основном только торгуем, в этом вся трагедия. Поэтому, ну вот Лена, в отличие от этого, почему она и пришла? Потому что она видит результат, она видит, что я созидаю. И поэтому этот альянс произошел, а все остальное для ее внешности не имело значения никакого. Александр, как она вам душу-то и подпалила. А? Тяжело вам после Ленки-то кого-то найти. Тяжело. А вам темпераментно зачем? Вы что, еще ого-го? Глупый вопрос, Роза. Ну, откуда же проверить надо? А какие у тебя предположения, милая? Я бы даже сказала, какие у тебя критерии и методы проверки. Сколько раз в неделю? Обязательно каждый день. Подает. Если у него 7 раз в неделю эльсекс, он бы не сидел здесь, ты понимаешь? Самое главное вопрос, возраст. Какой хотите себе невесту? До 30. До 30? Нет, лучше 35. Около этого? Да. 30-35. Ты старая уже, Вася. Да я не про это, Лариса. Я просто каждый раз, когда к нам приходит жених старше 40, я прямо боюсь услышать эту заветную цифру, потому что она обычно раза в 3 меньше, чем возраст жениха самого. Но лет до 80 он даже будет еще активным. Нужно сделать так, чтобы муж и жена никогда не старились. А как вам кажется, мужчина, который выглядит как молодой, и мужчина молодой, есть разница или... В чем смотря? Вот вообще во всем. Вы хотите дельфинье тело, вы хотите с нами спать, чтобы мы были прекрасны, но и нам тоже не хочется вдыхать, извините, уже запах осени. У меня почему-то никогда не случались знакомства с мужчинами старше меня, с мужчинами солидными и серьезными. Ну, попробуешь. Вот, это тоже был бы средственный опыт, на самом деле. Конечно, да. А вы скажите, пожалуйста, вы женаты? Что-то грустные такие сидите, и ты, Михаил, и Валерий. Ну, с усиками. Заслушаюсь. Женаты? Он женат. Не, ну, более того... Уже нет. Нет, я поклонник вашей программы и все время вычислял. Я 25 лет в Копенгагене живу. И так получилось 5 лет назад, вот включилась вот эта передача. Я смотрю супруга, которая работает в хорошем месте, то есть... Русскоговорящая? Да, ведущая, ведущий там программист. Через 5 минут буквально релаксация происходит. Я все время как музыкант, как певец... Хороший вкус был у вас. Да, я вычислял, думаю, что такое. И потом я понимаю, что музыке еще не было подобного трио. С такими тембрами голоса, что вот трио, трио, музыкальное трио. Видишь, эту же программу из-за границы все смотрят? Да ладно. Оно интернет-то везде есть. И очень нравится она. Мы учились вместе, жили в одной комнате, ездили в стройотряды. Он у нас... Вы тоже доктор? Нет, я певец, мы вместе с ним, мы в Несенском институте. И вы тоже певец? Бывший. А может быть куплетик для настроения? Ну, я хочу спеть, знаете, вот в тему о ревнивой жене, вот, потому что Ленка очень ревновала меня. И я хочу спеть об этом. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Не морозь меня, моего коня. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у С достаточно серьезным интеллектом, потому что Александр Михайлович, это такой, в этом смысле, богатство очень серьезный. А безусловно, просто зная его. Если они будут дети от предыдущих браков, как вы, это Леночке, Леночку можно взять, и с 10 детьми. А вот если ваша избранница будет с буйным прошлым, и у нее будут дети, как к этому отнесетесь? Философски. То есть зачет может, да? Так он сказал, что готов. Готов взять дети. Да, тебя возьмут, тебя примут. Ты не будешь спать на улице больше никогда. Ну что, все мужчины мечтают о молодой, красивой, богатой. Ну, в принципе, пусть она будет молодая душой, красивая на ваш вкус, богатая своим внутренним миром. Да. Вася, а звезды говорят? А звезды говорят, что Александру, к сожалению, уже пора уходить на тренерскую работу. Нужно заниматься сердцем, нервной системой, грудным отделом позвоночника. Конечно, это не отменяет все брак и женитьбы, но я все-таки думаю, что девушку совсем молодой вам выбирать не нужно. Вам нужна женщина в возрасте около 50 лет. Очень боевая, очень активная. И она должна еще знамя из рук бойца подхватить, если это будет необходимость в этом. Вы понимаете, в чем дело? Вы настолько умный человек, настолько много знаете, что женщина очень молодая, она просто не обладает даже тем набором информации. Времена ведь меняются. Вы сказали, да, ярко. Акела не промахивается, да? Человек должен понять, о чем идет хотя бы речь. Я боюсь, что женщина до 30-35 лет не поймет этого в принципе. Она не читала сказки? Ей мама не читала? Другие времена. Ты говоришь зачет, Александр говорит по-другому. Я отнесусь к этому философски. Понимаешь, это разный вокабуляр, даже набор слов разный. Я абсолютно уверена, что вам нужно выбирать человека, который будет с вами одного вот этого самого информационного поля. Даже если ей будет 60, но у нее будет молодое тело. Совершенно. Танкую и ищем. Боевую, задорную. Если он была такая разносторонняя личность, то ему неинтересно будет, допустим, с какой-то домохозяйкой, которая только и будет что-то печь пироги. Нужна такая же разносторонняя личность, которая сможет ее поддержать. Согласна. После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в студии Александр. Встречайте первую невесту. Спасибо. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Марина. Я надеюсь, после более знакомства, которое произойдет здесь, вы пересмотрите свое отношение к молодым женщинам, потому что я в прекрасной физической форме. Я хочу вам подарить косметику, которую делают своими собственными руками. И я уверен, что вы станете еще прекраснее, еще симпатичнее, чем вы сегодня есть. Спасибо большое. Проходите. Ну, приятная девушка. Нет, она хорошая девушка. Она хорошая, она красивая. Но мне кажется, они не совпадут, да, вот эти разные интересы. Ну, дайте людям вообще подумать самим, а. Подожди, давай посмотрим. Сейчас мы увидим. Я вообще рукодельница, да, во всех видах домашнего хозяйства. Поэтому я хотела бы от всей души, чтобы пригодилось это вам. Я так и думала, что это для вас. Какая бы умница, вот просто умница. Я ничего не умею руками делать. Поплатье. Да? Да, я думала много чего. С кем вы? Я со своим сыном. Да ладно. Да. Да, вы знаете, у меня еще есть второй сын, ему 30 лет. Он не смог приехать на передачу. А вам сколько, 42? Нет. Нет, ему 24. А это его девушка. А, вальдей. Давайте на вас посмотрим, узнаем, как получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Марина, 49 лет. Спортниха, руководит отделом на промышленном предприятии. Играет в пинг-понг, ухаживает за садом и с опаской относится к молодым мужчинам. Гордится тем, что воспитала прекрасных сыновей. Марина потеряла ребенка на позднем сроке и не смогла простить это мужу. Надеется, что Александр поймет ее, как никто. А потеряли ребенка на позднем сроке уже... Семь месяцев уже было. А нет, уже после того, как родили этих пацанов? То есть третьего, да, ребенка? У меня... От одного мужчины? Нет, у меня было три официальных брака. Первый брак у меня был... Я была совсем юная. В 18 лет я вышла замуж. В 19 я родила... И родили первого сына? Да, муж сел в тюрьму. Вот, я его еще подождала где-то годик. А за что? Украл. Вот, украл. Хотел для меня быстро все, как бы, заработать, но не тем путем. А второй муж? Вот. А второй муж, очень хороший был молодой человек. Все было хорошо, прекрасно, пока мы не перебрались жить к его родителям. Родился сын, да? Да, родился сын. Все было хорошо, вот, сначала. А потом, вот, отношения со свекровью очень сильно с каждым днем усугублялись. И сын муж, то есть, очень, как бы, на это реагировал неправильно. Он, как бы, и не хотел маме сделать больно, и не хотел жене делать больно. И начал пить. Руки не распускал, не бил? Нет, нет, он совершенно был, как бы... А почему вы вините мужа в потере ребенка? Я все хотела девочку, вот. И родили, то есть, как бы, ну, я забеременела. И получилось так, что он с кем-то как-то, я даже не знаю, как это сказать, но, в общем, он мне изменил. И вы подхватили венерическую болезнь, которую вам подарил ваш благоверный. После этого нужно было прервать беременность, да, потому что иначе бы... Да, потому что ребенок же в этих водах инфицированных задохнул сам. Ну, если бы вы не прервали, замершая беременность случилась. Да, да. В свекрови не рассказали, которая вас... Сказала она только... Какой у вас прекрасный сын, и вашими руками, что вы... Она злорадствовала над этим, она носила тут же мне бульон, и тут же злорадствовала над этим. Может, вам казалось, что вы... И винила меня, что самое еще интересное, что это я сама молилась специально. Я вообще была очень... А с мужем после этого разобрались? Как может, эта женщина сделает специально. Марин? С мужем я потом развелась. Вот после этого, то есть не простили? Нет, нет, конечно. Но ей мужчина нужен, который будет о ней заботиться, а этот вообще-то у нас нацель. Ей нужен просто помоложе мужчина, чем она сама. Она этого достойна. Да, она достойна. Так. А ведь, а я нет. Что ж такое? Ну, а после развода тут вы и зажили. Думаете, на что мне идти старче? Да, встретился хороший... Молодой. Молодой мужчина. Да, хорош с собой. А с какой разницей? 20 лет, как у тебя было? Нет, сначала у меня был... Нет, ну это там 15 лет было разница. Нет, сначала у меня был третий брак, там мужчина был на 5 лет меня всего. Это пружина пера. Да. Вот. У нас все было... Разминочка. Все было хорошо. Вот. Он бывший военный, все было замечательно, он прекрасно зарабатывал. А потом выяснилось, что он просто болен... Чем? ...играет постоянно в азартные игры. Мы из казино просто не вылезали. Слушайте, у вас просто нюх на плохих парней. Ну, в жизни же говорят, что сильный человек притягивает к себе слабых, которых он... Нет, нет, порочный человек любит просто порочных мужчин. Вот это все. А вот это с разницей 20 лет. Порочной я никогда не была. А вот 19 лет разница? А вот потом, да, была разница у нас 15 лет с мужчиной. 19 лет тоже было? А потом 19 была лет разница, да, с мужчиной. Сынок, ты че глаза опускаешь? Мамка родная. По крайней есть. Да молодец, мамка. А там стила за многих женщин, я считаю. Нет, я просто пыталась как бы понять, в чем все-таки сущность мужчин. В чем? Почему, как бы, вот я не могу найти... То есть, как бы, я себя отдаю дома всю, делаю для него уют, все, как бы, для него, ну, как положено любой женщине, да. А отдачи я не вижу. А женщина, она создана для того, чтобы отдавать себя мужчинам? Себя, но не с тряпкой ходить. И с тряпкой ходить. Да, конечно, да. Ну, или деньги зарабатывать. Вот, это лучше. Вот, я хотел бы спросить, ну, вот, с теми мужчинами, которые были юные, молодые, я понимаю, что у вас там все это загорелось, но как долго это состояние продолжалось, чтобы вы замуж вышли, чтобы вы взяли... Кто же замуж выходит? Да. А мне с мужчиной, который был у нас разница 15 лет, делал предложение, причем сразу руки и сердца, вот, хотя родители его не поддержали, сказали, что, а что ты будешь с ней делать через 10 лет, когда ты с ней пойдешь в ресторан, а рядом с тобой будет женщина, с которой тебе будет стыдно. Вот, но я думаю, что это все не так. А второй, ведь, Мариночка, вас даже и не брал с собой, когда он уходил тусить с товарищами, вы оставались дома. Да, потому что у нас... Он говорил, ну, что ты там будешь делать? У нас, потому что связывала работа, и поэтому все-таки это было бы не очень все хорошо. Хотя предложение руки и сердца, опять же, он не делал. А потом все, опять же, как-то очень красиво переходило, и он оставался. А может вот сейчас наша беседа красиво перейти в сюрприз? Конечно. Пожалуйста. Александра, вы знаете, я хочу сказать, что я действительно как бы рукодельница во всех этих смыслах слова. И я бы хотела продемонстрировать, как можно быстро и легко изготовить трусы. Я думаю, что он уже для себя определился, и не в ее пользу. Я хотела бы измерить ваши великолепные размеры. Если вы не против, мне нужна будет ваша талия. Ты посмотри, что творит. О-о-о! О, да! Это горячая штучка. Да, это точно, поэтому у нее три брака и было. Ах, какая баловница! А вы какую длину любите? Ну, фигурка шикарная, Марина, прямо. Да. Правда? Супер. Ножки какие. Да и тело хорошее. С другой стороны, мне кажется, что они подходят друг к другу по возрасту. Нет, она яркая, она действительно яркая женщина, но женщина моложе. Марина, а у меня есть предложение. Вы доделаете этот сюрприз у себя в комнате, а потом выйдите и подарите. Хорошо? Хорошо. Спасибо, проходите. Александр, нам будет что обсудить. Спасибо вам огромное. Вот как вам кажется, Мариночка прекрасная, прелестная, красавица, фигура роскошная, рукодельная. А дальше? Просто за 8 лет я увидел такое окружение у Саши, таких придворных. Будет сравнивать, да? Да. Да. Да? Презентации, тусовки, гости, Новый год. Нет, ну, конечно, ему тяжело. Я как бы совершенно с другой среды, я не буду водить его на презентации. Нет, он будет водить, а как вы себя там будете вести? Я прекрасна. А вы что скажете, Михаил? Ну, мне тоже, я, в общем, согласен с Валерой абсолютно, потому что, ну, Александр Михайлович, он в определенных сферах как бы вращается, да, и... Ну, что-то у него есть определенный... Определенный, да. Статус есть, и поэтому, конечно, но на самом деле... И вам, Александр скажет, не за статусом же жить, правда? А хочется рядом верного человека, друга, теплого, правда? Я твердо убежден, как я говорил уже до того, что это неважно, это доярка или... Я просто образно говорю, что доярка. И я уверен, что любого человека можно сделать, лишь бы этот человек был Созидателем, и чтобы он тебя слышал, и он был за тобой, за мной. Я для него, я для него не та среда, а он для меня не тот возраст. Роза. На Мариночке пожениться бы хорошо в вашем возрасте, потому что вот и трусишки сошьет, и покормит, и все остальное. Я бы за него, но вы... статус вам статус. Хороша, Марина. Ну, конечно, ему нужна женщина взрослая. Ну, что с ним девчонка сделает? Ну, поскачет, попрыгает. Я бы советовала ее рассмотреть. Вот почему. Юпитер – знаки телца. Для нее все люди знака телец будут представлять всегда определенный авторитет. И она способна относиться действительно с подчеркнутым уважением. А изменять будет? Уверена, что нет. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет днем и ночью. Вторая невеста готовится к свиданию с нашим женихом. А пока реклама. Оставайся. В эфире «Давай поженимся» на студии «Александр». Встречайте вторую невесту. Я вас увидела не осенью. Я вас увидела весну. Рада познакомиться, Элина. Спасибо. Я хочу вам побороться. Спасибо. Надеюсь, что это принесет вам радость. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Проходите. Какая маленькая. Вероника, смотри. Кнопка. Здравствуйте, Элиночка. Здравствуйте. Я задам вам глупый вопрос. С кем вы пришли? Я пришла с друзьями, с вами замечательными. Это моя лучшая подруга, это ее любимый человек. Лариса и Прохор. Давайте на вас посмотрим. Элина. 49 лет. Агент по недвижимости. Придерживается здорового питания, путешествует по Алтаю и Индии, занимается благотворительностью. Признается, что много времени проводит за компьютером и поздно ложится спать. Мечтает найти свое предназначение в жизни. Гражданский муж Элины избил ее после того, как она улечила его в воровстве. Надеется, что Александр с уважением относится к женщинам. Он с уважением относится к женщинам, а любит молодых. Прохор, Лариса, на земле остался еще хотя бы один человек, который не бросил в вас камень. Я думаю, достаточно. Я еще не бросила. Мы ждем тогда. А правда, что вы миллионщица? А вы налоговая полиция? Не в деньгах дело, друзья мои, а в их количестве. Конечно. Все, я удовлетворила свою потребность. Алчные. А у них вот как раз такая яркая иллюстрация разницы в возрасте сюда пришла. Скажите, пожалуйста, вам 49 лет, у вас есть детки? Да, конечно. Двое? Да, сыну 27, дочке 24 и внуку скоро будет 5. Здорово. Мы с мужем давно разговаривали? Да, очень давно. А вот молодой человек, который вас обворовал, уже было после развода? Это конечно, конечно, да, через многое там уже, ну, то есть... По большой любви? Ну, мне тогда казалось просто, наверное, ну, знаете как, у нас в семье вообще не принято было ни бить, ни воровать, как-то ничего, то есть я привыкла доверять. Это ужасно, да, когда такие ситуации происходят. Да, человек, которому доверяешь, он тебе придает все сторони. Однажды у вас пропала шкатулка с драгоценкой. Ну, да, то есть ты стала просто, ну, догадалась, там был такой момент, по которому я догадалась. Вы увидели его с нательным крестиком? Да, я увидела его с крестиком, который был там, да, конечно, все выстроилось, и, видимо, он на моем лице все тут же прочитал. Потому что этот крестик, как вы помните, лежал в шкатулке вместе с вашими драгоценками. Это так, и, то есть, просто, видимо, на моем лице все это отобразилось, и, то есть, как-то, ну, то есть, человек решил заметать себя. Хорошо, а он избил вас за что? Ну, он придумал повод. Вы же даже ему не сказали, что я все поняла, я вычислила. Иногда этого достаточно, страхно. То есть, он же понял, и он припугнуть решил, или что? Или от бессилия, или от того, что... Вот это сложно сказать, но, то есть, на самом деле, то, что, как бы, ну, люди с таким... с таким характером, какой урод, а? Хочется ее обогреть, прижать. Да, вот такие женщины, мне кажется, располагают к тому, чтобы их оберегать. Вот мы, мы находим маленькая, но бойкая. А квартирка у вас есть? Есть, в церкви. Трехкомнатная? Ага. А Александр разве... Все правильно, правильно. Разве хочет женщин... Нет, а вот и вопрос у меня задать. Да, вы же по тете, или... Ну, на самом деле, наверное, это вообще вопрос решается после того, как люди, ну, понимают, они хотят как-то вместе... Ну, вот решили вы, хотите вы вместе, куда поедем-то? Вы поедете, куда? Я думаю, что они поедут путешествовать. В теплое страна, путешествовать. Путешествовать они поедут. Это как шорт, еще не хватает пару карманов и вообще будет. Для всей его косметики, а несколько карманов. Я знаю, что ваша подруга выходит замуж за Прохора, да? А вы сами как к этому относитесь? На самом деле, вот вы, если с ней тоже общались, понимаете, что она реально по темпераменту, по духу, просто человек, ну, реально, не то, что молодой, а просто вообще, то есть, озорной и такой вот, ну, все-таки реально она такая. Мы не будем клонироваться? На тройню пойдем. На рекорд. А каким образом вы это пойдете-то? Мы потом объявим. Суррогатная мать будет? Вот она. Ну, ладно, вы все шутите. На самом деле, брак на земле заключается между людьми, которым хорошо вместе. Ага. Все это самое главное. Ага. Дети, это тоже важно, у Ларисы есть, у меня, надеюсь, что еще тоже будут. От нее будет или от кого, или от молодой? Как получится. А, ну, понял, намек понял, вопросов нет. С мамой помирились? Не до конца. Нет, пока мама... Ну, мы этот вопрос решим обязательно, это даже не обсуждается. Ой. Потому что, если бы мой сын привел бы женщину, извините, я бы вас отравила. Да, я бы нашла. Прости, господи. Надо так, чтобы никто не доказал, что никто не доказал. А, поэтому не накажи, господи, меня за мой злой язык. А вы как... Потому что я вас понимаю, без проблем. Нет, и вы тоже все понимаете по-человечески, да. Мне кажется, гармоничным, если любят друг друга. Конечно. Главное чувство. За что здесь можно осуждать, да, если это любовь? Если они чувствуют себя комфортно, то как можно вообще говорить о чем-то? Прохор, скажи мне, пожалуйста. Прекрасно выглядит жених. Я тоже хотел бы так же выглядеть в таком... 20 лет разницы, 20 лет разницы, только Элина старовата для Александра. Элина старовата. Несмотря на 20-летний разницы возраста, конечно, мы проезжаем. 35 лет потолок. 35 потолок? Конечно. А вы что хотите, вам можно, а нам нельзя, что ли? Почему? Просто когда женщина старше, это всегда проще. Мужчина может всегда. Вопросы, можно все то, что вы говорите. Ларочка, у вас сколько разницы? Большая, Лариса, в половину. Молодые-то люди тоже не дурачки, не телки, которых ведут на заклане. Они же тоже согласны по своей воле с этими женщинами. Их же не насильно заставляют жить с женщинами, которые старше их на много лет. Значит, им тоже это нравится. Да, значит, им комфортно их устраивает. Я думаю, что здесь как раз будет ситуация наоборот, устроит ли на жених нашу Элину. Потому что она настолько темпераментная, она настолько интересный, яркий человек, она без конца учится. Вот, кстати, у нее без конца курсы, какие-то занятия, какие-то тренинги. Да за нами ухаживать надо, а вы тут на какие-то курсы ходите. Зачем ухаживать? Зачем? Зачем нам вашу ею? А у первой невесты готов сюрприз. Проходи, Мария. Я думаю, что вы... Нет-нет-нет-нет-нет. Разрешите, я сама. Вы прекрасно. Видите меня. Я славлюсь. И в пикки. Папочка, 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 папочка. Ох, как она его, вас со всех сторон уже просто отстрогала, отщупала всего. Молодец. Демо-версия. Жена-демо-версия. Спасибо большое. Спасибо. Видите, как старается невеста. Молодец, вот это красивая женщина очень. Вы как хотите, чтобы были все счастливы, чтобы все жили в гармонии. И никто никому не завидовал. Все с молодыми. Никто никому не завидовал, никого не осуждал, и наша вам с кисточкой. Покажите, пожалуйста, сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какая ночь я не могу. Не спится мне такая лунность, еще как будто берегу. В душе утраченную юность. Какая она маленькая. Очень маленькая ростом. Ведь отлюбили мы давно, ты не меня, а я другую. Надо боимся равно играть в любовь недорогую. Прекрасно, великолепно. Просто поднял настроение. Спасибо тебе, Прохор. Забирай своих не менее прекрасных подруг и проходи в свою комнату. Спасибо вам большое. Так, ну как тебе наш жених? Красно. Так, давай, проходи. Садись. Валерий Михаил, что вы скажете о Ильине? Очень интересная, очень хорошая женщина. Такая трепетная, такая нежная. Такая прямо вся. Вот дотронься, зазвенит, да? Вкус у Александра Михайловича немножко другой знаю. Я его просто чисто внешне. Все остальное вообще не вызывать никаких вопросов. Ты же у меня такой маленький, маленький цветок. Да, ну ты прям как ребенок такая, видишь, что он прям... Чего, ты знаешь, почитай, сижу и теряю. Такая, вот, заинька такая. Вам понравилось оно? Да, конечно. Роза. А я вот все ломаю голову, как-то зацепила меня с молодой-то кожей-то. Я вот на невесту тоже смотрел, все сравнивала. У нее молодая кожа или не молодая? А то вы меня заморочили теперь, я эти пресс-комплекс. Ну не на тебе же пришел жениться. Ну и что, я, может быть, тоже вот так думают про меня люди-то, а я про себя не знаю-то. Ну вот я хотела, а у нее какая кожа, молодая, не молодая? Мне показалось не очень. Роза. По-моему, его очаровала. Да, очаровала, а там выбора бы нет. Да, потому что ты опытная и в то же время красивая. У нас все продумано. И такая хорошенькая. Я считаю, что для нее хороший шанс был бы такой мужчина, как вы, с наличием достоинства для вас. Такая женщина, как она, трепетная, трогательная, тоже была бы находка. Прям жалко тебе отдавать. Такая корова нужна самому. Я предлагаю Александру встретиться с третьей невестой. Проходите. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Вероника. Я верю, что наша встреча не случайна, и я очень хочу узнать вас поближе. Спасибо. Я хочу вам подарить свой подарок, который сделал своими руками, и я уверен, что вы всегда же будете такая же юная, красивая, и вы не изменитесь. Я беру. Спасибо. Спасибо. Нет, там пролетает точно. Да ладно вам. Там красивая девочка, молодая. Но ему не то надо. Ему надо... Ему нужна совершенно другая женщина. Послушайте, откуда вы знаете, что ему надо? Ну ты вообще мужчина подбираешься или нет? Нет. Вот, посмотри. Небольшой подарок для ведущих. Это сюрприз из Санкт-Петербургского музея с шоколадом. Ой, сова. Пожалуйста. Спасибо. А у тебя что? Блон. Спасибо, дорогая. С кем пришла? Я пришла со своей дочерью Кариной и со своей сестрой Татьяной. Давайте на вас посмотрим. Вероника. 38 лет. Менеджер в рекламном агентстве. Гордится тем, что умеет хорошо выглядеть. Мечтает развестись жильем. Считает себя слишком ранимой и впечатлительной. Предупреждает, что много времени проводит с дочерью. Как только Вероника собиралась уйти от мужа, он угрожал ей расправой. Надеется, что Александра излячит ее душевные раны. Моя дорогая, прямо я знаю, о чем вы говорите. Жить с тираном, вот с таким сумасшедшим, это страшное дело. У вас только один ребенок, да? Да, у меня одна дочь. Скажите, милая, вы такая красотка, так молодо выглядите. Никогда вам не дашь 38 лет. А что вас заставило прийти к мужчине вдвое старше вас? Вы знаете, я не считаю, что разница в возрасте имеет какое-то критическое значение. Мне кажется, что должна быть общность взглядов, общность характеров. Поняла? Ты комплексуешь? Я комплексуешь? По поводу своих. По поводу своих 16? И моих 19. Итак, вы жили с мужем, все у вас было хорошо. Сколько времени? Когда он превратил вашу жизнь в ад? Мы жили вместе около 9 лет. Я не могу сказать, что когда я жила с ним, я считала свою жизнь адом. Вы же подали на развод? Я подала на развод уже через 8 лет нашей совместной жизни. Конечно, я и раньше порывалась как-то уйти от него. А почему? Вот вы говорите, нет, это не был адом. Просто приковал к батарее, допустим, ну не до смерти же забивал. Вы его боитесь, я знаю. Вы его боитесь. Поэтому я сегодня хочу предупредить, если этот урод смотрит программу, мы покажем твою фотографию, есть все твои данные. Если что-нибудь случится с Вероникой или с теми, кто сидит здесь, ты будешь виноват в первую очередь. Поверь мне, первый канал, здесь достаточно влиятельные люди, которые с тобой справятся. Поверил, надеюсь, да? Если с головой Вероники или твоей дочери упадет один волос, поэтому, почему вы боитесь? Человек хранил, да какой человек? Дома кислоту. И обещал, да, попортить личико, если уйти. Если я уйду, любимая угроза была, что если я посмею уйти, убить меня будет слишком скучно и неинтересно. Сначала мне сожгут лицо кислотой, затем мне подбросят наркотики, чтобы меня посадили в тюрьму. Потом маму вашу пожилую в доме спалит, да? Так он же это и проделал. Он это проделал. Вам просто не удалось доказать? Расскажите, как вы приехали с маленьким ребенком к маме? Ну, когда уже мы развелись, я переехала к маме, у него был свой частный дом. Стали жить вместе, жили, в принципе, неплохо, но он постоянно напоминал о себе, он приходил ко мне. Естественно, он старался выбирать в то время, когда дома никого нет, кроме меня. Он угрожал. Как вы чудом спаслись-то, когда дом загорелся? Загорелся дом, залаяла собачка во дворе. Проснулась мама. Она разбудила нас с Кариной. Там уже все, конечно, полыхало. Чудом удалось до того, как отключился телефон, вызвать пожарную инспекцию. Выйти уже не было возможности. Мы выбивали окно, выпрыгивали в окна. Но спасти ничего не удалось. И когда вы заявили в милицию, это вам сказали, что следов нет, но как можно это доказать? Следов нет, это не доказано. Хотя он был явно, а был на лице поджег. Бедная девушка. Ну и муж. Какой ужас. Ну, сама дура, гаист, хочу себе, вам больше никому. А сколько лет вы уже живете отдельно? Восемь лет. Восемь лет, он вас сейчас беспокоит? Это я к чему спрашиваю? Понятие Александра уже не в том возрасте, чтобы выяснять отношения с бывшими, правда? В том, в том. Ну, вообще, мужчину можно тут испугать. Потому что он берет себе женщину, а за ней какой-то там маньяк ходит. Нет, этот человек в настоящий момент не знает, где мы, иначе, конечно, мы не смогли бы так спокойно жить, как живем сейчас. А сейчас у нас все хорошо, мы счастливы. То есть не боитесь, что вдруг он случайно или его кто-то знакомый увидит? Нет, у меня нет никаких связей с его знакомыми и с той прошлой жизнью. Это было не в Санкт-Петербурге, откуда мы приехали, это было в другом городе, в Псковской области. Ну, заявление мы от вас приняли, фотографии мы взяли у вас, поэтому если что-то, не дай бог, то это будет первое, кого бы дернуть. Покажите сюрприз. Александр, я предлагаю выпить этот напиток за вас. Я надеюсь, что вы обязательно встретите женщину своей мечты и будете с ней счастливы. Спасибо. Но она его не желает. Почему? Вы встретите женщину своей мечты и будете с ней счастливы. Она сказала, что она верит? Да. То есть не понравился ей? Да, я желаю. А теперь я предлагаю разбить эти бокалы на счастье. Ставим спиной, кидаем? Да. А теперь, взамен разбившихся бокалов, я хочу подарить вам в подарок эти бокалы. Я украсила их своими руками. Я надеюсь, что это символичный подарок. И когда-нибудь они украсят ваш свадебный стол. Вот такая молодец. Вероничка, спасибо, милая. Дочь, а тебе повезло с мамой. Берите вот эти подарки и проходите в комнату. Что вы скажете? Не старовато? Нет, все-таки 38. Нет. Нет, нет. Это... Это как раз тот типаж, который окружает, окружает Сашу. Но есть желание защитить? Конечно. Как приятно. Есть желание защитить, оградить и вообще подружиться, потому что... Прелестно. Да, прелестное создание. И красивое внешнее, и фигурой. И главное, я всегда смотрю, специалист я, как бы, по коже особенно. Поэтому я вижу, кожа мне нравится, и это очень много. Она молодая кожа, и она себя сохранила, несмотря на то, что был неудачный брак. А он же еще специалист, он оценивал тебя еще с этой точки зрения. О, да. Кожа нравится. Отлично. Да. Роза, ну не грусти, у тебя с кожей все в порядке. Ну ладно, что мне, что ли, тут это? Короче. Как тебе, невеста? Короче. Да что, хорошая невеста. Ой. Вот как вовремя надо быть в нужном месте, в нужное время, вот как подфартил ты ей с вами. Ну а вам... Василиса. Ужасная ситуация. Я надеюсь, что она от нее оправится в скором времени. Но в любом случае, еще пару лет вам расслабления ждать не приходится. И я хочу сказать, Лариса, что твои предупреждения вот этому гаду были совершенно оправданными, и очень здорово, что ты их сделала. Поэтому, если выбираете эту женщину, будьте на стороже. И ей необходимо себя и дочь обезопасить как-то. Я бы обратилась в полицию, скажу откровенно. Я тоже рада, Вероника, что даже вот хотя бы через первый канал ты смогла обезопасить себя и Карину. После рекламы мы узнаем, кого выберет наш жених. Оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ Михаил Валерий. Кого советуете? Ну, по-моему, Вероника, да? Да. По-моему, это единственный человек, который подходит по всем параметрам. По молодости. Вероника, если он зайдет в нашу комнату, ты выйдешь с ним? Да, конечно, я выйду с ним. Ну, что я могу сказать? В соревнованиях, где главным призом является мужчина, который выглядит состоятельным, является таковым, плюс бойцовские качества, конечно, побеждает молодость, а не мудрость и зрелость. Вероника. Ну, что же я буду идти поперек течения? Если Веронику не смущает ничего, то, конечно, Вероника. Василиса. Я при этом советую, во-первых, беречь грудной отдел позвоночника, во-вторых, все-таки выйти на тренерскую работу, выбрать Веронику и дружить с ней домами. Я считаю, что это будет правильным и честным решением. Ну, я думаю, вы сделали свой выбор, собственный. Мы в любом случае вас поддержим, поэтому проходите. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4151. Наталья, 37 лет, номер 2953. Персональный фитнес-тренер, культуристка, четырехкратная абсолютная чемпионка России и вице-чемпионка Европы по бодибилдингу. Любит читать, смотреть советское кино. Познакомится с мужчиной в возрасте от 30 до 50 лет, не ниже 175 сантиметров, который примет ее увлечение спортом. Игорь, 34 года, номер 2961. Соучредитель агентства по организации праздников. Обожает детей, несколько раз в год работает вожатым в детском лагере. Много читает, мечтает стать отцом троих детей. Познакомится с миниатюрной девушкой, с красивой улыбкой и сексуальным голосом. Мы не знаем, будет Александр один или с избранницей. Я приглашаю вас всех. Выходите и давайте его поддержим. Я действительно избрал вас, потому что вы соответствуете моим критериям. Вот, вы симпатичные, вы с горящими глазами, у вас красивая кожа, вы стройны. Сегодня у нас есть пара Александр и Вероника. Вам подарок конфеты «Маленькое чудо» от конфеты фабрики «Славянка». Чтобы каждая совместная минута вашей жизни была наполнена любовью и нежностью. «Славянка» несет радость людям. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-сильные герои на номер 4151. Я Ларису Гузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся, удачи. Молодой человек в шортиках, был я в шортах. Можно с вами познакомиться. А когда вы узнали, что она работает дворником и что у нее еще и ребенок есть? Ну ты не бойся, да все хорошо. Надо расстаться, потому что так не может дальше продолжаться. Мамя, к маме, к маме, к маме. Мама, заткните уши, закройте глаза, зажмутесь, мама. В моем сердце, в моей душе, горит огонь любви к тебе. Витя, пугаете, честно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова